Я всю жизнь в спорте, я без этого не могу. Только те дети, которые осознанно, понимающие, выбирают свой вид спорта и занимаются этим, они чего-то достигают. Очень большая мечта, чтобы кто-то из наших детей достиг такого уровня и выиграл Олимпийские игры. Нормальное такое желание тренера. Философия самбо, она существует? У нас, говорят, есть философия дзюдо. Это японский вид спорта, который создан в Японии. Там есть очень серьезная философия, это уважение к сопернику. Мы заходим в зал, мы должны обязательно поклониться. Там есть свои ритуалы. Это целая философия. Самбо – это более поздний вид спорта. Это сборная всех видов борьбы бывшего Советского Союза. И воедино это самооборона без оружия. Это очень интересный вид такой. Раньше он был прикладной, он был в внутренних войсках, в КГБ. А сейчас это вот с 91-го года уже начали проводить чемпионаты мира и так далее. С чего начиналась ваша спортивная карьера? Я пришел, самое интересное, именно в этот зал. Мне было 12 лет, когда я пришел в этот зал. Не так-то и рано это произошло. Да, я плавал до 6 лет. Вот 6 лет я плавал. А братья уже трое занимались самбо, джидо. Родители хотели, чтобы я плавал, а мне не нравилось. Мне хотелось где-то бороться, более единоборство, более братья. Сразу не получалось. Я не выдающийся был. Так вот пришел, когда ребенком, я там с верстником проигрывал. А дальше уже как-то пошел, пошел. Мне хотелось, мне нравилось. И я дальше начал заниматься все больше, лучше. Вы говорите, что родители хотели. Родители как-то причастны были к спорту? Нет. У меня не отец и мать никогда не занимались спортом. Но они хотели, чтобы дети занимались, чтобы я занимался. Возили, уделяли очень много этому внимания. Ленин Миронович Бычков. Это мой первый тренер, который многим ребятам в Крыму, особенно в Симферополе, дал хорошую путевку в жизнь, в спорте и так далее. Потому что самбо, джидо – это такие виды, которые дают не только, как сказать, физические данные. Это еще воля, сила воли человека. Это воспитывает в ребенке очень много разных качеств. Помимо силы, помимо выносливости, что еще самбо помогает развить в детях? Какие качества? Силу воли, характер. Характер. Без этого нет спортсмена, нет самбиста. Ну, любой спортсмен – это характер. Это надо воспитывать в себе. Потому что, когда трудно, некоторые дети, они отступают перед трудностями. И все-таки это единоборство. А единоборство – это все равно твой соперник. Тебе надо преодолеть страх. Очень сложно детям преодолеть сейчас страх. Они не понимают, что, как, что. Вот эти чувства. Это воспитывается в каждодневных тренировках, вот в этих поездках, когда они борются с более сильными ребятами. И они их в себе воспитывают. Это уже другие люди совершенно. Не только физически, это и умственно. Потому что борьба – это, конечно, не шахматы, но здесь без логики, без мозга невозможно бороться. Если говорить о современных самбистах, они как-то отличаются от спортсменов вашего поколения? Все-таки век современных технологий, гаджетов, интернета – он влияет на детей? Обязательно. Сейчас я вам скажу, что очень тяжело детей. У них другие какие-то интересы. Если у нас раньше была эта улица, спортзал, то у них есть этот интернет, этот телефон. Они не хотят этим заниматься. И очень много отклонений к здоровью. Сейчас приходят найти ребенка. Мы в первую очередь просим, чтобы ребенок принес справку о том, что он здоров. Что он может заниматься. Да, раньше было как-то соотношение 20% каких-то там отклонений. Не основная группа, допустим, медицинская. Остальные все здоровы. А сейчас наоборот. Найти очень сложный ребенка, который полностью здоров. Все зависит от того, что сейчас подросло уже то поколение молодое, которое тоже с компьютерами сидело. Не как мы. Мы уже немножко тоже поколение такое взрослых людей, которые застали еще Советский Союз. Как вы относитесь к тому, что родители часто хотят реализовать свои детские мечты через детей? То есть ты будешь заниматься только борьбой и все? Мое мнение, ни в коем случае нельзя давить. Ни в коем случае, потому что ребенок должен выбирать сам. И только те дети, которые осознанно понимающие, выбирают свой вид спорта и занимаются этим, они чего-то достигают. А те, которые передавливают, они начинают ходить с одного на футбол. Я только что говорил о том, что мне тоже хотели, чтобы я плавал. А я не хотел. Я не плавал за дорожку, держался. И все равно я пришел туда, куда я хотел. И начал заниматься. И мне это нравилось. Я сам ходил. Только так. Через спину. Ножки на ширине плеч. Подошли. Бегом, бегом, бегом. Немножко быстрее. С какого года вы тренируете ребят? Сколько лет уже? 15 лет. Я в 2001 году взяли меня на работу. Я преподавал самооборону в Национальной Академии природоохраны и строительства на ПКС. И с того времени, с 2001 года, это больше уже, это уже 18 лет, я уже не помню, начал тренировать здесь, на общественных началах, в этом зале. Я сам здесь тренировался. Закончил училище Олимпийского резерва наше, Крымское. Наш университет. Не Фрунзе еще поступал. Заканчивал уже Вернацкого. Мне в этой жизни очень сильно повезло. Вы знаете, может быть, что-то я не достиг, чего хотел там, каких-то высот. Ну, что-то достиг, что-то не достиг. Но вот сейчас мой сын, он идет уже немножко выше уровнем, даже, чем я. Ему всего лишь 15 лет, но он в прошлом году выиграл первенство России по самбо. Пока по самбо это единственный человек, который выиграл первенство России. У нас есть еще, правда, девочка с Керчи, которая выиграла первенство России в прошлом году и первенство мира. Так что у нас по самбо очень хорошие результаты. Мы сейчас идем вперед, есть с кем гордиться. Это приятно, что это дети, и эти дети дают уже бой. Самбо – это законодатель борьбы в России. Вот если выиграл Россию, это практически 90%, что выиграешь и чемпионат мира по самбо. Более в прошлом году самбо вошло в олимпийскую семью. Так что мы ждем в течение там, я думаю, не в Токио, а уже в Париже самбо включат уже и в олимпийскую программу. Я, в принципе, боролся на всех уровнях, и на Союзе боролся, и на чемпионатах. Ну, мы выступали за Украину, я и победитель чемпионатов Украины. Самый большой результат – это в составе сборной Украины я был третьим на Кубке мира в городе Кстово в 1997 году. И вот мой сын в этом же зале выиграл первенство России. Прямо там, где я боролся. Спортивная карьера, она рано или поздно заканчивается. Тренерская деятельность тоже. Что дальше? Чем будете заниматься? Не знаю. Я сейчас поступил, получаю второе образование, магистратуру, управление, муниципальное государственное управление, директор школы. Я думаю, что это все равно найдется. Но все равно будет связано со спортом, потому что это единственное, как бы, тот профиль, в котором я что-то понимаю. Я всю жизнь в спорте когда-то сам боролся, потом тренировал, сейчас и совмещая и руководство, и тренировки, потому что без этого не могу. Это вот как для кого-то, для меня это вот какой-то потребность, которая, адреналин какой-то, я без этих соревнований, вот долго нахожусь дома, мне надо куда-то ехать обязательно. Но работать же с детьми не так-то и легко. Ну, это очень тяжело, очень тяжело, особенно с маленькими, которые приходят, очень тяжело. Они все разные, сейчас они по-другому себя ведут, они немножко другие. Спорт спортом, достижения достижениями. А семья на каком месте у вас? Ну, семья – это очень важно, конечно же, это в первую очередь. У меня дети все спортивные, у меня трое детей, дочка занимается танцами, сын борется, и сам бы младше, он еще маленький, ему завтра будет пять месяцев. Ну, у него два выхода, или скрипка, или борьба. Очень серьезная есть мечта, конечно же, чтобы наши дети, наши воспитанники, мы, кто-то из них выиграл Олимпийские игры. И в Крым по дзюдо, вот у нас есть чемпионы мира по самбо в Крыму, чемпионы Европы по дзюдо, но олимпийского чемпионата по дзюдо нет. Очень большая мечта, чтобы кто-то из наших детей достиг такого уровня и выиграл Олимпийские игры. Нормальное такое желание тренера. Что самое важное в жизни? Интересный очень вопрос такой, как на него ответить. Самое главное в жизни, я думаю, не потерять себя, остаться человеком и всю жизнь пронести какое-то понимание этой жизни, то и нести это другим и быть полезным для общества. субтитры и неизвестен Редактор субтитров А.Семкин